Неделя достаточно интересная с точки зрения движений, с точки зрения волатильности. Я и на своих счетах это ощутил в хорошую сторону. И вообще на графиках это видно. И золото, и фунт, что у нас еще нефть очень сильно прошла за эти два дня. Так что все это вот так вот аккуратненько по одному обсудим. Для начала сегодня 15 августа. Я покажу вам, сначала представлюсь, да, я проект, управляющий активами, трейдер. Вижу много новых имен, поэтому сегодня уж точно надо представиться, не забыть. На рынке очень-очень давно, 98-го года, вот первое мое знакомство с рынком произошло, как раз российский кризис. Я тогда на демо-счетах торговал, были, брокерские компании были, конечно, в форекс было, все было, но не так много. Акмус трейд только, по-моему, был на рынке. Были независимые какие-то площадки, где можно было тренироваться, покупать акции, участвовать в конкурсах. Даже в журнале «Деньги» публиковали победителей. И настолько это было редким явлением, что если ты победил в конкурсе, в демо-версии, в демо-конкурсе занял там, в топ-50 даже попал, то твое имя публиковали в журнале «Деньги», знаете, такой журнал «Издательский дом коммерсантов». Были такие интересные времена. И с 2008 года я торгую опционами, опционными стратегиями, сложными конструкциями, управляю клиентскими деньгами. То есть с 2009 года уже, с 2010 уже более-менее полноценно. И вот до сих пор занимаюсь только тем, что торгую на клиентские деньги, веду тренинги, обучаю. Все, что связано с рынком, мне интересно. Так что рынок, можно сказать, моя жизнь, стихия, слабость, страсть, все вместе. Ну, собственно, наверное, тоже не надо говорить, что ничем другим я не занимаюсь, нигде не работаю. И вот только приглашают меня читать лекции, выступать, вести конференции. Часто я модератор на каких-то конференциях, аналитика и так далее. Предупредите, возможно, о рисках, так как маржинальная торговля – это торговля, которая может отнять у вас больше, чем ваш депозит. Как минимум, об этом нужно предупреждать, регуляторы требуют. Вы сами знаете. И, наконец, хотел сказать, спонсор нашего вебинара, организатор вебинара «Admiral Markets». Офис в Лондоне, офис в Таллине. И контакты, которые у вас на экране, можете туда писать, очень оперативно отвечают. И саппорт, и сейлзы. Это уж я точно не знаю. Так, ну и еще объявление. Я тут напишу «Скайп». Сейчас, подождите. Я забыл свистать, секундочку. Кто-то уже меня был «Скайп». А, вот, все правильно написал. Для тех, кто хочет задавать вопросы, предлагать какие-то темы. У нас есть уже одна тема, точнее, я ее еще не успел «Адмиралу» предложить. Это регион Австралия, Новая Зеландия, Тихоокеанский регион, экономики этих стран, макроиндикаторы этих стран. Мы обязательно обсудим эту тему. В один из четвергов у нас по четвергам математические вебинары. Но в ближайший четверг точно ничего не будет, последующие, скорее всего. И предлагайте темы, пишите мне или сейчас, или на «Скайп». Предлагайте темы, какие вам интересны, абсолютно любые, связанные с рынками, ну и желательно с теми инструментами, которые торгуются в «Адмирал Маркетс». Или же общие какие-то темы, не зависящие от инструментов, ну, например, там, макроэкономические и так далее. Ну и у нас есть группа в «Скайпе» для уже особо таких заинтересованных трейдеров, которые чаще, чем несколько раз в день смотрят в терминал, торгуют, делают какие-то сделки. У нас есть «Скайп-группа», там пока 28 человек, ну, думаю, что вот уже какая-то основная масса набрана, есть такая движущая сила, 28 все-таки немало. И мы потихоньку можем уже начать там дискуссировать, спорить, что-то обсуждать, какие-то делать объявления, у кого какие ресурсы интересные. Ну, то есть, когда 5 человек, дискуссия не очень-то возможна, а вот у нас уже список достиг 28, и он продолжает расти. Вы просто добавляете меня в «Скайп» и пишете, что хотите попасть в группу. Или же просто добавляете, если вы в группу не хотите попасть, в чат этот трейдерский не хотите попасть, то окей, просто добавляете. Окей, начнем. Давайте перейдем сразу к «Метатрейдеру», потому что начать нужно с тех движений, которые были на этой неделе. Календарь мы потом успеем рассмотреть, куда важнее движения, которые уже произошли, и нужно думать, что с ними делать. Сейчас у меня грузится, секундочку. Всегда занимает много времени. Думает, думает, думает. Он каждый раз устанавливает какой-то плагин, и это отнимает очень-очень много времени. А вот сейчас он даже не хочет включать клагин. Так, секунду, я на секундочку выйду. Так, я снова в эфире. Та же ситуация. Тогда надо будет браузер закрыть. Секундочку. А, нет, все, установить плагин пошло. Сейчас загрузим. Запросит еще что-то. Так, отлично, устанавливаю терпением. Открыть. И я думаю, уже должно быть что-то. Разрешить. И вот, вы должны видеть уже. Да? Напишите, если видно. Добрый вечер, Оксана. Так, вот все. Она написала, что видно. И я включаю. Секунду, посмотрю, что у меня здесь. Я включаю мета-трейдер и переключаюсь на него. Так, с чего начнем? Значит, вы видите, да, мета-трейдер. Напишите мне еще раз, пожалуйста, если видите именно мета-трейдер. Потому что я буду долго в нем. И не смогу переключиться и посмотреть, видно или не видно. Окей, отлично. Давайте прямо вот так по порядку. Да, нефть. Хорошо, что сразу открылась нефть. Что я здесь вижу? Как обычно, старая добрая фигура под названием двойная вершина срабатывает. Очень мне нравится эта фигура. К сожалению, не всегда ее удается распознать. То есть, всегда думаю, что сейчас будет пробой, уйдем вверх. Вот старая добрая фигура двойная вершина. Ну, чуть-чуть не дошли. Оттуда пошли вниз. Кстати, многие скажут, почему у меня аж 4. Потому что, не помню, когда это было, на вебинаре я говорил, или я видео снимал для другой конторы одной. Говорил, что по нефти уже можно перейти на 4-х часовой. Очень долгий флет, и он подчиняется каким-то, вот обратите внимание, каким-то правилам технического анализа, что ли сказать. Подчиняется каким-то линейным графическим фигурам. И смело можно пока торговать в 4-х часовом. А так, конечно, вы знаете, я любитель дейли-графика, и считаю, что все сигналы нужно на нем отрабатывать. Но вот так, дейли, ну, обратите внимание на дейли, это же совсем работать невозможно. Очень непонятно, что происходило вот здесь особенно. А пока разворачивались внутри часовые, там, на 4-х часовых какие-то картинки интересные, графические. Здесь на дейли делать было нечего. А вот поэтому я и перешел на 4. Ну, на часовой, наверное, не решился. Можно, конечно, сверять по-часовому. И действительно, обратите внимание, вот эта линия, сколько раз мы ее видели, чуть-чуть не точно нарисована, сколько раз мы ее видели, сколько раз она действительно играла роль, показывала, от нее цена отталкивалась. И вот эта линия несколько раз служила хорошим барьером. Иногда мы ее пробивали, уходили вверх, потом пробивали вниз. Ну, то есть цена видит, что есть такие барьеры, спекулянты заходят, выходят. Именно поэтому и графические анализы работают, иначе он не работал. И вот соединив несколько минимумов, мы получили вот этот вот минимум, который успешно был пробит, и мы провалились вниз. А что дальше будет, конечно, хороший вопрос. Возможно, еще раз попытаемся зайти в 48. Я думаю, тут все зависит на уровень 48, не выше. Тут все зависит, опять же, от запасов завтра. Ну, часто уже я употребляю слово запасы, они важны. Действительно, они в последнее время важны, потому что такое межсезонье, в плане ОПЕК, в плане новостей, в плане каких-то возможных серьезных сдвигов. Следующее заседание ОПЕК будет осенью, в конце осени. Делать ОПЕК больше нечего. Остается только смотреть на уровень спроса и предложения. Геополитическая ситуация в том регионе, о котором идет речь, тоже не накалялась. Северная Корея не в счет, она не нефтедобывающий регион. От волнений в Северной Корее, скорее всего, будет страдать. Ну, не страдать, а выигрывать цены на золото. Так что, сейчас все смотрят на спрос на сезон. Летний сезон отличается повышенным потреблением зачастую. Немного на Ливию, Нигерию, которые вне ОПЕК и могут качать сколько хотят, если смогут, конечно, потому что технические возможности тоже ограничены. И, наконец, сезон ураганов буквально на носу уже совсем близко. Могут какие-то быть признаки новых ураганов. И это тоже может повлиять на оцены. Но в отсутствии ураганов, в отсутствии всего остального, все-таки нефть провалилась, несмотря на снижение запасов. Мне кажется, просто рынок учел, что снижение запасов немаленькое, причем по 7 миллионов, по 2, по 5 миллионов, оно связано именно с... высоким потреблением летом. Вот и все. Снижаются запасы, потому что потребление высокое. А оно и должно быть высоким. Всегда так было, да. Давайте включим минуточку. Baker & Huge, для тех, кто не знает, это... ...контора... ...причем, у меня даже есть прямая ссылка. Нет, никто открыл. ...бейкер... ... Так, я переключить должен в комнате вебинаров. Я случайно вылетел из комнаты. Переключимся на Baker & Huge. Это сайт, который публикует статистику по нефти. Вот здесь нажать надо Go to Recount и посмотреть North America и зайти вот сюда. Recount Summer, PDF. Отчет сейчас, он откроется. Впервые... А, нет, не впервые. Это нефть. Это газ уменьшилось на 8 вышек. Хотел сказать, впервые количество вышек уменьшилось по нефти. Нет. США, вот, видите, статистику, 3 вышки прибавили. Канада еще 3 вышки прибавили. И 8 вышек по газу уменьшилось. Поэтому он показывает общую статистику, которая была на общем сайте, да. На главной странице показывает, как минус 5. Нет, это не надо смотреть сюда. Надо зайти, открыть подробный отчет, посмотреть. Так что количество вышек продолжает расти. Рекорд за рекордом, а значит, то потребление нефти, которое вызвано сезонностью, является, мало того, нормальным, потому что вызвано сезонностью. Так еще и в будущем будет покрыто американцами. То есть количество вышек растет, и оно коррелирует. Конечно же, не просто же запускают вышки, и добыча растет, скорее всего. Коррелирует. Я даже отчет показывал, как корреляция 0,5-0,6 и примерный лаг, то есть разница между тем, когда запустят эксплуатацию, вышку, и когда она будет уже давать добычу, да, 15 недель. Причем раньше было 17, сейчас 15. То есть рано или поздно добыча догонит по количеству вышек, добыча будет сопоставимой. То есть выросли вышки и вырастет добыча. Но не сейчас, не сразу. В общем-то рынок об этом знает, что рано или поздно это произойдет. Так что, скорее всего, это падение можно рассматривать как нормальным, а запасы даже не смогли помешать. Еще о чем говорит это все? Это говорит о том, что недвижьи силы на рынке сильнее. Видите, что бы ни происходило, мы даже не можем уйти выше 50. Запасы снижались, ОПЕК что-то делал. Ну, после ОПЕК, конечно, было чуть выше 50. Что еще там было? Я не знаю, вот уже сезон ураганов приблизился. То есть рынок понимает, что все это уже история. Цены 60, 70, ну ладно, про 60 не скажу. А цены с цифрой, начинающейся на семерку и выше, это уже история. Навряд ли мы в ближайшее время, если не будет каких-то форс-мажоров, уйдем в эту зону. Я почему такие банальные вещи говорю, абсолютно понятные, наверное, всем, большинству на этом вебинаре. Потому что немало людей в чатах, где-то там еще в комментариях ждут какого-то повышения, дают желаемое за реальность. К сожалению, это происходит до сих пор. Я помню, вебинары осенью, прошлым летом мы делали, такая же была ситуация. Кто-то ждал 65, кто-то там 80. Да, забудьте уже, нефти в мире достаточно. ОПЕК не так силен. Все, что смог, сделал. Других инструментов влияния на цены на нефть нет. Ну, есть, конечно, нежелательные всякие войны, но никто не будет заводить войну ради цен на нефть. Это все большое заблуждение. Так что, вот так, рынок настроен в медвежье. Скорее мы будем падать, чем расти. Но есть обстоятельства, которые все-таки не дают рынку очень сильно упасть. Локально это запасы. Долгосрочно это то, что делает ОПЕК. Миллион восемьсот все-таки с рынка отнял. Как бы там ни было, это какой-то объем. В прошлом году были такие факторы, как заполнение Китаем и Индией резервуаров. Даже были резервуары, которые не учтены. Ну, то есть, мир о них не знает, но, тем не менее, Китай, вот, как бы, незадекларированные резервуары, но это не преступление, наверное, незадекларированные, неизвестные резервуары, стал наполнять нефтью, и, в общем-то, с рынка излишки уходили именно в резервуары. Китай и Индия воспользовались дешевыми ценами на нефть, так как они, на это, импортеры, вот решили заполнить. Кстати, правильно сделали, это делали они при ценах, там, 35, 30 или чуть выше, может быть, так что вовремя заполнили резервуары, а не по 50 стали покупать. Ну, еще есть фактор резервы, коммерческие запасы США, ну, собственно, стратегические, даже не коммерческие, извиняюсь, и время от времени всплывает этот фактор. Пока приходится действовать по теханализу. Что мы видим? Если мы атакуем уровень 48-25, если мы будем агрессивно атаковать, будьте осторожны, можем обратно зайти. Много раз такое было, вот такие вот фигуры, да, В-формация называется. Но если будет ближайший отскок, можно с небольшим стопом снова протестировать падение куда-нибудь на 45. А вот сейчас я только такое поведение вижу. Ну, кто на пробои продал, продал, молодцы. На пробои, черным по белому, нам свеча закрылась сильно ниже пробоя, и я думаю, дала заработать, так, секунду, я не переключил. А, нет, переключил. И дала заработать, ну, не доллар, так 90 центов неплохо. Не думаю, что кто-то на нефть несколько долларов, так, пробит уберет. Нет, 90 центов почти доллар дала заработать. Сейчас, не знаю, страшно заходить, вот так на пустом месте, ровно в середине где-то, да. Попытки зайти, если будут, можно оттуда ставить стоп-лосс близкий. Чем хорош этот уровень? Близкий стоп-лосс просто. Ну, для самых терпеливых можно хорошо поставить на пик вот этой свечи. Ну, там далековато получается, но все же для тех, кто не хочет ложных пробоев. Окей, идем дальше. Что у нас еще было на этой неделе? Следующий инструмент у нас, да, евро. Тут пока ничего интересного. Ближайшая остановочка у нас сработала. 1.17.00, плюс-минус там несколько пунктов. 1.16.86 был low. А сегодняшний, да, это daily? Да, это daily. Ничего интересного. Рынок эйфорично думает, что в Америке уже все позади. Ну, в том смысле, что в плане ставок ничего интересного уже не будет. Все в цене, все учтено. ФРС все, что мог, сделал, и дальше будет просто ждать. А в Европе сюрпризы возможны. Идет бурный рост региона по ВВП, по инфляции. Вот и отыграл будущие последствия всего этого. Ну, и плюс Трамп с семьей своей помог слабости доллара, всякие эти скандалы. Ну, явно ничего хорошего не давали доллару. Пока тишина, 1.17.00 устоял. Посмотрим, что будет дальше. Если не устоит 1.17, где-то на 1.15, 1.14 можно снова закупиться. Хотя это будет, конечно, пробой вот этого усиливающегося краткосрочного тренда. А, их даже два. А вот еще один усиливающийся тренд, видите, один мы уже пробили. А вот этот краткосрочный тренд, самый близкий, ну, самый такой, у которого угол наклона острый. Мы уже его пробили. Следующая остановочка, вот эта вот зона. Если мы сегодня-завтра пробьем даже где-то 1.15, 1.14.50 или 1.15. И уже если пробьем еще ниже, то вот эта вот линия, она хорошо видна на Уикли. Вот она, вот, нисходящий такой. И уже на ней можно отовариваться. Тут, конечно, на Уикли и на Дейли разные уровни показывают. Но я даже не знаю, это проблема метатрейдера, и она нерешаема. Там, как бы, векторная такая проблема. На Дейли уровень 1, на Уикли совсем другой. Этой проблеме много лет, и она, как я сказал, скорее всего нерешаема. Такой вот софт. Окей, а что еще у нас дальше? Боинг, ну, вы видели, сильно взлетел. Даже не знаю, что делать. Я колы продал, конструкцию построил. Конечно, жалею об этом, потому что не совсем по правилам. 240-й купил, 250-й продал. И целых два месяца ждать, а цена уже 238. Ну, вроде как бы идеальная почти точка. Нет, идеальная точка 249. Ну, в общем-то, я не рад конструкции. Хорошо бы, если Боинг оставался где-то вот здесь. Ну, наверное, рано или поздно я закрою. Не совсем по дисциплине, по стратегии зашел. Так, идем дальше. Ибэкс у нас ступит на месте. Коррекция затянувшаяся. Это испанский индекс. БМВ тоже пока мы не будем заходить. Там скандалы, интриги, расследования. Это у нас S&P. Показал, ну, как ложный, смотря от какого уровня считать. Если вот так вот посмотреть вот сюда, то не совсем-то и ложный. Да, все верно. Попытались выйти из канала, не смогли. И вот бурно росли. Все-таки сила быков в последнее время, ну, долгое время уже, они достаточно сильны. И любой разворот откупают. Просто вот абсолютно любой разворот. Эта коррекция была очень хорошая. Мне она помогла. Я продал много питок на опционах. Почему-то мне казалось, что это шанс. И действительно так и получилось. Ну, как я и говорил, я исходил из того, что откупают сейчас все. Но быки сильны и нужно несколько таких вот медвежьих дней, чтобы медвежий фактор, падение рынка само по себе стало уже медвежьим фактором. То есть пока это просто краткосрочные уходы вниз, коррекции, да, даже нельзя коррекцией назвать. Но как только коррекции будут более длинными, долгими, мы пробьем какие-то уровни, 2400 и так далее, снижение рынка будет уже самостоятельным фактором. Медведи уже поймут, что они уже сила, и быки будут уходить все больше и больше, медведи будут уходить все больше и больше. Так что пока этого не происходит. Пока просто откупают все и вся. Я думаю, что каждый такой разовый уход вниз можно покупать. И только после каких-то сильных уровней уже можно переворачиваться. И думаю, к тому времени подоспеют какие-то фундаментальные факторы, которых сейчас нет. Так, Дисней после отчетности провалился немного. Он находится все еще на хороших уровнях для быков. Индикаторы ничего дельного не показывают. Где-то сел, почти везде сел, и по MACD сел, и по EDX сел, RSI уже приближается к минимумам. То есть хорошая точка для входа, если мы не пробьем эти уровни. Мне почему-то кажется, что нет покупок в Дисней. Отчетность последняя вообще разочаровала всех. То есть это такая серая компания, мышка серая. Абсолютно среднестатистическая. Я сейчас не буду показывать отчетность. Там все черным цветом. Не зеленая, не красная. Обычная компания. Если весь рынок вырастет, может Дисней пойдет. У меня куплен был кол. Он до сих пор лежит. И проданы тоже к нему колы. Ну ничего интересного. По нулям, наверное, они мне дали заработать. И все. Идем дальше. Что у нас тут есть? Новозеландец мы не обсуждали никогда. Хотя пора бы. После того вебинара, который у нас будет по поводу техоке. Океанского региона, экономики Австралии, Новой Зеландии, процентные ставки, Резервный банк Австралии, Новой Зеландии. После этого мы начнем уже и разбираться в валютах. Просто я никогда не торговал. Давно, точнее, не торговал. Имеешь тем более опционами на австралийский доллар. Уже, наверное, года 3-4, если не больше. Так, Даймлер пропустим. Золото, да. Обратите внимание, как хорошо отыгрывает. Северная Корея помогла оттолкнуться от этого уровня. Всякие угрозы северокорейского лидера и Крампа тоже ответные. Помогли золоту немного отрасти. Но паника утихла. Тем более здесь мы встретили очень сильный уровень. Я говорил, что покупки, конечно, хороши. Но учтите, что лететь вверх осталось немного. Там есть сильный уровень. И вот этот вот 1296, ну почти 1300, как сопротивление сильное. И вот этот вот канал, который, если посмотрим на Уикли, если он нам не исказит картину, так, да, на Уикли уже вообще-то на пробой похоже. Не знаю, почему так. На Дейль еще не пробой, на Уикли пробой. Ну, то есть делать нечего. Вот я в такие моменты вообще ничего не трогаю. Непонятно. Здесь нужно было продавать. Конечно, страшно было, да. Пхеньян грозится ударом по Гуам, по югу Штатов. 20 часов. Трамп грозится ответить. И, как он сказал, что невиданный до сих пор удар, невиданный до сих пор будет ответ. То, чего мир еще не видел. Ну, такие угрозы. Еще и пригрозил Венесуэле, по ходу, добавить жару. Военные действия не исключил. Мадора сейчас в панике, наверное, и так проблем хватало. Так что в этот момент шортить золото, наверное, было не самым правильным. Вокруг было много паники. Ну, вот все вроде улеглось. Пускай не до конца. Окей, делать нечего. Цены ни там, ни сям. Никаких уровней, ничего нет. Нефть. А, ну, это Дейли. Мы это уже рассматривали. Вот она уже Дейли пробили вниз. WTI. Это у нас парный тренинг. Кстати, 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 чуть не забыл. У нас тут был курс. Был курс. Сейчас, секунду, я вернусь в окно вебинара. У нас был тут курс, посвященный парному трейдингу. Мы на нем обсуждали, не обсуждали, даже разбирали, изучали, как торговать парами. У нас даже был гость, каталанец, который трейдер на парах пару советов дал. Спасибо ему. Курс очень удачно прошел. Участика даже было больше, чем я ожидал. Но речь не об этом. Мы завели, ну, такой счет, так скажем, поторговали. Сейчас я открою custom period. Когда это было? Это было, не, давайте сделаем вот так. Last week, last month. Давайте вот за август посмотрим. Это же в августе было. Да, это было в августе. Вот, смотрите. Мы, значит, открыли несколько позиций на парном трейдинге, на этой стратегии. Сейчас я открою еще одну программу. Но идея была в том, что есть пары, есть активы, акции, индексы, которые движутся параллельно, синхронно. Поэтому называется парный трейдинг. То есть они обычно движутся с определенным спредом. И этот спред редко расширяется или сужается. Почему так происходит? Потому что есть корреляция. Почему существует корреляция? Потому что, допустим, вот вы сейчас на экране видите JP Morgan и Bank of America, две конкурирующие компании, банка. И движение даже по графику видно абсолютно идентичное, ну просто один в один. Но время от времени они расходятся. Время от времени они рисуют немножко не тот график по каким-то причинам. И в это время можно продавать одну бумагу и покупать другую, рассчитывая на то, что спред сойдется. Мы сделали так. Причем взяли не две бумаги, а взяли два индекса. Dow Jones и S&P. И начали искать момент, когда спред между ними расширился. То есть, когда, например, оба индекса растут, но один из них растет сильнее, чем другой. Или оба индекса падают, но один из них падает сильнее, чем другой. Так как у них корреляция абсолютно высокая, близка к единице, то есть 0.99, 0.98, мы решили, что эти периоды, они редкие. Ну, я сейчас просто пересказываю суть парного трейдинга. И что мы сделали? Мы открыли, сейчас я открою стринку в своем программе, покажу, как это выглядело, почему приняли такое решение. Мы, увидев сигнал, зашли прямо на курсе, решили, что это хороший сигнал, верняк, так скажем, нужно брать. Зашли частью, потом усреднились, потом еще раз усреднились, понимая, что спред не может бесконечно расти. Нет, ну все, конечно, может быть. Я не лягу на рынке слова «точно», «никогда», «не может быть», «все может быть». Но мы решили, что все-таки это абсолютно две коррелирующие, два коррелирующих актива, индекса. Ну, не верю я в то, что они будут расходиться бесконечно. Главное, чтобы депозита хватило. И вот, вот на этом, сейчас я отключу экран. Вы видите, наверное, вот график. Значит, вот он, с прошлого года, это daily, спред между ними вот колеблется в таком вот диапазоне. То есть, S&P и Dow Jones. Иногда S&P растет сильнее, чем Dow Jones, у них увеличивается спред, иногда наоборот. А вот сюда мы не успели зайти, уже были мы вот здесь. И мы вот зашли, купили этот спред, то есть, купили S&P против Dow Jones, поставили на то, что он, спред сойдется снова. Но случилось непредвиденное спред, еще сильнее разошелся. Я добавился, потому что, ну, такого-то уж точно давно не было. Главное, чтобы депозит позволял. А мы зашли не очень большим уровнем. Я добавился. И на обратном пути то, что добавлял здесь, закрыл. Теперь, конечно, я жду возвращения в средние уровни, чтобы S&P и Dow Jones вернули тот былой спред, который был. И, возможно, я дождусь. Но я уже закрыл позиции в плюсе. То есть, вот они позиции принесли 2000. То есть, вначале у нас было в балансе 50200, сейчас equity уже 50467. Остаются еще позиции, вот я жду возвращения, возвращения сюда, они тогда тоже выйдут в плюсе. Даже еще можно сделать вот что. Можно дождаться ухода вверх. Если нам повезет и спред снова станет расширяться, мы выйдем с большим, с огромным плюсом. Так что стратегия действительно работает. Я сам удивлен, что вот так с первого раза удалось. То есть, equity уже в плюсе. Не важно, как мы это закроем. Да, он может снова уйти в минус. Но уже можно все сейчас закрывать, с учетом того, что мы уже закрыли. Сейчас, вот я показываю. История, вот 1952 уже закрыли. И остается вот открытый текущий убыток. Но equity уже в плюсе. Было 50200, что-то такое. Сейчас 50400. И как только развернется спред обратно в сторону уменьшения, или нет, увеличения, мы закроем эти позиции, скорее всего, в плюс. Но тут не только Dow Jones и S&B, тут еще и ExxonMobil и Chevron. Вот он-то, конечно, пока в убытке. И покупка ExxonMobil принесла убыток 320, а продажа Chevron 152. Ну, посмотрим, что будет дальше. Так что вот итоги подвожу для тех, кто посетил тот курс. Он будет еще раз. Повторюсь. Так как прошел удачный курс, сами мы не ожидали, что есть такой интерес. Ну, конечно же, почему бы ему не быть? Работающая, готовая стратегия, простая. Нужно просто знать хитрости, нюансы, какие-то моменты. Их много, на самом деле. Если вы думаете, что просто можно взять два актива и один купить, другой продать. Нет, конечно же, вам ждет разочарование, ничего не выйдет. Нужно использовать весь арсенал, все нюансы, все тонкости, точно исполнять. И тогда, может быть, что-то будет. Так что ждите объявлений. Это уже не от меня зависит, от Романа, от Admiral Markets. Если они будут организовывать вебинар, такой курс, они будут, скорее всего, потому что отзывы были хорошие, то вы сможете еще раз на него записаться. Он бесплатный, просто там нужно какой-то депозит, 200 долларов, что-то такое, за чипом. Да, 200 долларов зачислить депозит. И, кстати, вы его потом можете снять. То есть он действительно не стоит денег. Вы зачисляете депозит, хотите потом на него торгуете, не хотите, снимаете обратно. Максимумно на банковский перевод потратите денег. Так что вот так. Окей, продолжаем. Это был такой маленький, маленькая пауза. Продолжаем. Что у нас еще из активов? S&P уже обсудили. Microsoft точно так же, как S&P, у них бета, у него один прям с рынком. Корреляция с S&P там один в один, поэтому он точно так же ведет себя, как S&P. Ничего интересного. Zara, к сожалению или к счастью, у меня куплены были коллы. Они до сих пор куплены, вот этот уровень. И пока не может уйти вверх, до сентября, конечно, еще целый месяц. Но я уже даже не надеюсь, что уйдем вверх. Коррекция на мировых рынках унесла бумаги вниз. Кстати, эту линию поддержки мы пробили и на следующий день же зашли в него. Видите, откупают просто все. Сильный уровень, но даже этот уровень не смог убедить медведей заходить под ним. Так что те, кто ставил стопы, конечно, могли в следующий раз зайти еще раз чуть по дорогой цене. Ну, посмотрим, что будет. Я уже тоже надежду потерял. Бумага хорошая, у нас даже по ней был вебинар, вы можете в YouTube найти. Это компания Indotex. Самый богатый человек Испании, владелец. По-моему, даже он в Европе в топ-3 или в топ-5. А может, номер один. Это Бершка, Страдивариус, Массима Дутти. Ну, сеть целая. Мы разбирали бизнес в YouTube. Можете посмотреть. Очень неплохие показатели и рост, и финансовые показатели, и торговых площадей. Рентабельность неплохая. Так что, мне кажется, коррекция хороший повод взять именно такую бумагу. Окей. Ну и плюс экспансия там хорошая, возможно. У них 67% бизнеса это Европа. То есть, в Америке они слабо представлены, в Тихоокеанском регионе, в Китае, там, в Сингапуре тоже. Газ, в общем-то, неплохо дал мне лично построить опционную конструкцию. Пока ничего не вижу. Снова зашли в этот канал. Видимо, статистика по снижению буровых повлияла, которую мы рассматривали минут 10 назад. И вот мы снова в этом треугольнике. Делать тут тоже нечего абсолютно. Фунт. Вот, наверное, самое интересное происходит. Сейчас я вас вижу, что вы видите экран. Самое интересное происходит по фунту. У нас вышли данные. Давайте вернемся к календарю. У нас вышли данные, которые показались. Сейчас я открою календарь. И мы посмотрим, что происходит с экономикой Британии. Как это вообще отражается на курсе и должно ли быть так. Так, берем неделю. Неделю текущую. Прошедший день он не показывает, к сожалению. Применить фильтр. Так, что у нас сегодня было по Британии. Вот, индекс розничных цен. СПИ, скорее всего, да. 3,6. Да, вот хороший вышел у них индекс розничных цен. Ну, это не совсем этот СПИ. Индекс розничных цен. Очень даже неплохой. Отпускных цен лучше, чем ожидалось. И... А, вот, инфляция вышла хуже. То есть, разные показатели, разные сегменты, да, инфляционного индикатора показывают разные значения. Но, вот, в целом, инфляция в годовом их числении выросла меньше, чем ожидалось. Вот, пункт и упал. Но, не кажется мне, что прям настолько он должен был упасть. Всего-то на 0,1%. 2,6% это тоже много. Хотя, Банк Англии ожидает до 3-х будет доходить инфляция в Великобритании. А, вот, пока 2,6%. Мне кажется, хороший момент для покупки пункта. С учетом того, или с расчетом на то, что все-таки в будущем инфляция разогреется, усилится. Брекзит прошел, все проблемы позади. Так что, мне кажется, все-таки по пункту скорее покупать, чем вставать на понижение. Давайте мы уберем малозначительные данные и оставим только важные, чтобы не путаться в большом количестве индикаторов. Значит, у нас вторник сегодня в ВВП Германии лучше, намного лучше, чем ожидалось. Ну, как намного, на 10% лучше, 2,1%. Ежеквартальный чуть меньше, но в годовом счете не оказалось больше. Инфляция в Британии, я уже говорил, чуть меньше оказалось, чем ждали. Родничные продажи в США усилились. Здесь это плюс доллару. Видите, какой получился обратный эффект. Родничные продажи по доллару выше. Это хорошо для доллара, то есть ставку скорее будет повышать, чем понижать. А по Британии инфляция ниже. Вот такой двойной удар. Вот почему пара так сильно упала. А то я думал, что 0,1% недостаточно для того, чтобы свалить так сильно фунт. Италия завтра будет ВВП. По еврозоне будет ВВП очень важно. Так что для евро завтра может быть важный день. И будет в среду еще и протокол. ФОМК, ФРС. Посмотрим, кто за что голосовал, чего как, у кого какие высли. И в пятницу будет Мичиган. Не особо это важная неделя, если не считать данные по ВВП. Так что смотрите, что у нас по фунту происходит. Хороший уровень сейчас. Но если страшно брать, можно чуть ниже купить. 1,28 хороший уровень. Мощный, так скажем, уровень поддержки. Хорошо бы мы его не пробили. Вот этот уровень. 1,28 чтобы даже не дошло. 60 пунктов здесь разницы. Не знаю, можно брать прямо сейчас небольшим стопом. Что я назвал небольшой стоп? Это вообще-то большой стоп. Более 100 пунктов. Да, это большой стоп. Но я лично считаю, в такие моменты меньше делать сайз. Но учтите, краткосрочный тренд все-таки против вас. Видите, который день падаем с небольшими перерывами, с небольшой передышкой. Просто обвалились очень сильно. Видимо, рынок разочаровался в том, что ВВП вышел не особо сильно. Инфляция 2,6. Ну, то есть, никто не ждет уже от Банка Англии очень агрессивного повышения ставок. Но учтите, мы вернулись туда, где были после Brexit обвалов. Или близко к тому. Давайте на Уикле посмотрим. Да, мы вернулись туда, где были после Brexit обвалов. А ведь прошло слишком много времени уже, прошло... Да, все верно, июнь. Brexit уже рассосался, как паника, как факториска. Банк Англии после этого много раз намекал, что, в общем-то, инфляцию видят достаточно высокой. Даже на прошлом заседании заявили, что повышение ставки будет более агрессивным, чем того ждут финансовые рынки. Ну, вот черным по белому было написано, глава Банка Англии об этом заявил. Так что, мне кажется, не слишком ли дешево стоит фунт. А с другой стороны, было и намного дешевле 1,18. Даже помните вот этот блок-аут, как его алгоритмический обвал, роботы свалили на 1,13 уровень. Ну, будем считать это форс-мажором. Хорошо, в среднем все-таки было 1,22, 1,23, 1,24. А сейчас 1,28, то есть 400 пунктов еще можем упасть до каких-то средних уровней уже пост-пост-брекзитовских. Но мне не кажется, что эти уровни реально, вот на данный момент все может быть, конечно. На данный момент мне кажется, что самая высокая инфляция у нас в зоне Британии, Европа даже нервно кует в сторонке. Да, когда-то по Испании было 3%, но сейчас явно ниже, причем только по Испании. Ни в Штатах, ни в Еврозоне, вот про Австралию и Новую Зеландию не скажу, ни тем более в Японии. Нигде нет такой инфляции, какая вот сейчас разворачивается в Британии. И при этом фунт падает, наверное, это повод просто потихонечку заходить в покупки. Что бы делал я? Я, правда, на опционы захожу, и там не очень-то высокая сейчас ликвидность. То есть продаешь опцион какой-нибудь дальний, а потом выкупить его не можешь. То ли система не дает, то ли это какой-то рынок именно биржевой, да, в полу это торгуется, и нужно часы торговли. Я не знаю, у меня висит до сих пор 1,40 проданный колл, я его выкупить хочу, потому что он уже ноль стоит, копейки, чтобы маржу высылать. Но он не дает выкупить, а приходится какую-то высокую цену ставить, а я не хочу. Поэтому как-то я завязал, зачаровался в опционах на фунт, но раньше очень даже бурно активно не торговались. Или дело не в этом, надо еще раз проверить. Так вот, что бы я делал на спот-рынке, я бы медленно уже заходил в покупки, очень маленьким, максимально возможным маленьким объемом заходил бы на рынок. Дальше, растем, я бы добавлялся, то есть настолько маленьким, чтобы просто почти не замечать этот объем. Растем, я бы добавлялся, увеличил бы среднюю, отводил бы стоп-лосса сюда, заставлял бы. Падаем, все равно бы добавлялся, но так как объем очень-очень маленький, поэтому не будем это называть усреднением. Ну, собственно, вот и все. Ну и в какой-то момент уже вышло бы понятно, что все очень плохо. Ну, допустим, моментом выхода для меня был бы уровень, не знаю, 1.26 и ниже. Ну, смотреть там надо. Так что точка для входа неплохая. Неплохая, можно даже близкий стоп ставить вот сюда. Совсем близкий, ну, промажет и промажет боксом. Задите маленьким объемом, и там будет что будет. А дальше на росте просто добавляться. Это же идеально. Курс растет, вы добавляетесь каждый раз, усредняетесь уже в положительную сторону. И стоп-лосс, понимаете, что очень правильно и поставлено. Потому что если мы пробьем обратно вот здесь уже, то же стоп-лосс можно будет немного поднять. Ну, иными словами, хороший момент, чтобы попробовать зайти в лонг. Правда, завтра еще безработица выйдет по Британии, хотя она не столь важна, но посмотрим, что с ней случится. Так, окей, у меня, наверное, потихонечку все. Единственное, я посмотрю, осталось ли еще что-то. А, снэпчат, да, по снэпчату я теперь в лонгах. У меня сработал опцион, то есть у меня был шорт вниз, и был продан 12-й, по-моему, пункт. И вот теперь мне дали на руки, ну, не дали еще уже, дадут в 3-ю пятницу августа, дадут на руки 900 акций снэпчат. Вот я буду думать, что с ними делать. У компании, я, конечно, не очень уверен, это снэпчат, это убыточная контора, которая еще долго будет убыточной. Но вот придется думать, что с ней делать. Что еще у нас? Ну, Apple у нас новый максимум показал сегодня, внутридневный, в моменте вырос. У меня тоже есть конструкция, 170 куплен, 200 продан. Кэкс 40, WTI разбирали. Евро, все. У меня все. Если есть вопросы, пишите. Михаил пишет, что в четверг будет инфляция в еврозоне. Да, интересно, в общем-то, мы обсудили до этого, что несколько будет данных и ВВП, и инфляция в еврозоне. Так что евро может еще дать жару. Собственно, да, все. Ждите не этот четверг, а в один из следующих. Разберем интересную тему. Австралия, Новая Зеландия. Мне интересны даже эти пары, особенно кроссы, на ZTGPI, например. Очень такой спекулятивный кросс, керри трейдовый. Все это мы разберем. Но я не знаю, когда следите за объявлениями. Наверное, вам на e-mail будет проходить объявление о том, что будет вебинар. Это четверговый. Ну и, конечно же, по вторникам, как обычно, следующий вторник ждите вебинар по текущей ситуации. Всем спасибо, всем удачи. Ставьте стоп-лоссы. Всем здоровья. Алексу Трейдеру в том числе. Всем до связи. Жду вас в следующий вторник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok